Украинские войны утром 18 февраля приземлили еще один вражеский военный самолет. Уничтожен российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Об этом сообщил командующий воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук. Это уже четвертый истребитель, с учетом вчерашних двух Су-34 и одного Су-35. Олещук также рассказал, что защитники неба над Украиной приземлили 12 запущенных оккупантами шахедов и одну авиационную ракету Х-59. Подразделениям воздушных сил спасибо за успешную боевую работу. «Всем хорошего дня», — добавил командующий воздушными силами. Олещук также обратил внимание, что россияне, как всегда, утверждают, что потерь нет. Пропагандистские телеграм-каналы сообщили, что потерян якобы только один самолет Су-35, другие вроде бы вернулись вместо базирования невредимые. В свою очередь, Олещук проинформировал, что существует такая международная спутниковая поисково-спасательная система «Каспас-Сарсат», которая при авариях извещает о местонахождении персональных радиобоев пилотов. «Сработало аж 4 Каспас-Сарсат. Точки на карте. Ищите в этих районах. Не благодарите», — отметил командующий. «Вы понимаете, что это такое? Происходит или нет? Кто-то понимает это? Я не понимаю, почему. Могу только догадываться, почему». «Потому что потому». Когда снимали с должности залужного, тогда говорили, что это могло быть связано с конфликтом вокруг имена Авдеевки. Якобы экс-главнокомандующий хотел отвезти оттуда войска. Но вот мы видим, что залужного сняли, поставили сырского, отправили туда элитные подразделения, и тут войска выводят. Получается, что залужный был изначально прав? В принципе, вывод из Авдеевки, так или иначе, подразделение должен был бы состояться в любом случае. Поэтому это не была та причина, которая послужила увольнением абсолютно. Третья штурмовая бригада, тут следует понимать, для чего ее заводили вообще в Авдеевку. Третья штурмовая бригада — это подразделение, которое наиболее имеет серьезный опыт в городских боях. Они довольно-таки профессионально действуют именно в городской местности. И их задача заключалась в том, чтобы, во-первых, заменить ротационный статус 110-ку, которая там находилась с первых же дней обороны Авдеевки, и свежими силами создать условия для прикрытия отхода основных подразделений, которые требовали ротации. То есть, фактически, третья штурмовая — это была бригада для прикрытия, а не для перелома ситуации и чего бы то ни было такого. Что означает сейчас взятие Авдеевки для России и для Украины? Какие возможности это открывает для нападающей стороны и для обороняющейся Украины? Закрывает какие возможности? Для российской стороны это, в первую очередь, информационный повод. Это информационный повод говорить о том, что они смогли что-то там захватить. Ну, в частности, небольшой город, неполной площадью 29 квадратных километров, при этом положив довольно-таки серьезный ресурс, как механизированные компоненты, так и свои пехотные компоненты. Четыре месяца, используя несколько общевойсковых армий, они пытались, подразделения нескольких общевойсковых армий, и они пытались захватить небольшой городок, в котором на сегодняшний день даже тысячи жителей нету, поскольку практически все эвакуированы. Для Украины это не является каким-то серьезным тактическим или стратегическим поражением, поскольку Авдеевка не является оборотами, куда бы то ни было. За Авдеевкой начинаются линии обороны, рубежи, выстроенные годами, и, в принципе, ближайшие какой-нибудь значимые населенные пункты для российских оккупантов, это, если говорить о северном направлении, это разве что только Константиновка, но это почти 30 километров линии обороны и, опять-таки, обороны рубежей, либо же это на запад в направлении Покровска. Но Покровск – это, опять-таки, все те же самые линии обороны и рубежи, при этом расстояние до Покровска около 40 километров. Напомню, что для того, чтобы захватить Авдеевку, весь тот ресурс, который был положен российской армии, он был положен на расстояние наступления 1,5-2 километра, то есть 4 месяца, более чем 4 месяца, 1,5-2 километра наступления по полям, и городские бои, и результат – колоссальные потери. То есть о каких других продвижениях в ближайшее время можно говорить? Скорее будет оперативная пауза и восстановление боеспособности. Сегодня днем и с утра приходили тревожные сообщения о том, что какое-то количество бойцов ВСУ попадает в плен к российской стороне. Можем ли мы говорить о том, что вывод войск сейчас закончен, и можем ли мы говорить о том, какое, собственно, количество украинских военных оказались в плену? Неизвестно, но действительно были плены. Во время отхода российские оккупационные войска захватили некоторое количество военнослужащих сил обороны Украины. Но тут интересен другой момент. Отходя из Авдеевки, мы в том также в районе Авдеевки взяли пленных российских военных. То есть, тут, скажем так, события развивались совершенно непредсказуемо даже для самих же россиян, которые заходили на позиции, которые контролировались еще украинскими военными. И так нам удавалось еще и с собой прихватить пленных россиян. В целом же, в целом же это война, и там есть как погибшие, так и раненые, так и пленные. В этом нет ничего удивительного. Чуть раньше, в начале февраля, буквально пару недель назад, по сути, Буданов говорил о том, что Украина чуть ли не весной будет готова снова пойти в наступление, потому что наступление россиян выдыхается, и оно закончится вот к концу февраля. Насколько вы согласны с этим замечанием, с этим прогнозом? Есть ли действительно такая динамика или нет? Я не владею той информацией, которой владеет глава ГУРМУ Украины. Он владеет куда большим объемом данных и может делать соответствующие выводы, исходя из них. Я могу сказать только то, что в районе Авдеевки в ближайшее время российские оккупационные войска действительно приостановят темпы интенсивности своих наступательных действий. Им нужна будет там перезагрузка, оперативная пауза. Кроме того, часть своих подразделений они могут вернуть в зоны ответственности, ведь рядом с Авдеевкой, в районе Авдеевки находятся подразделения зоны ответственности, которых это Бахмут, например, Луганская область, Лиманское направление, группа войск, центр. Поэтому это будет возвращение под прежнее свое командование. Преимущественно будет по Авдеевке оперировать первый армейский корпус. А вот то, что по ряду других направлений может начаться активизация на кураже, назовем это так, это вполне возможно. Хотя, опять-таки, России необходимо сейчас думать о восстановлении ресурсов, поскольку Авдеевка серьезно истощила потенциал российских оккупационных войск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...